В Законодательном собрании Ульяновской области состоялось очередное заседание. Главным вопросом стал отчет главы региона о деятельности правительства за 2022 год. Народные избранники единогласно приняли отчет губернатора. За 2022 год Алексею Русских и правительству Ульяновской области удалось добиться высоких результатов во многих сферах. В своем докладе губернатор подчеркнул, что 2022 год войдет в историю страны и региона как один из самых сложных в 21 веке. Однако Россия и Ульяновская область выстояли под напором санкций. Этому способствовали главные приоритеты в работе правительства в прошлом году. Во-первых, это поддержка жителей. Особое внимание мы уделяли наиболее незащищенным группам. Пожилые люди, семьи с детьми, малообеспеченные. Те, кто находятся под риском увольнения, безработные и так далее. Именно по ним пришелся основной удар. Во-вторых, необходимо было оперативно в взаимодействии с федеральным правительством и депутатским корпусом найти новые решения для сохранения экономической стабильности. Нельзя было допустить остановку системообразующих предприятий. Нельзя было допустить разорение среднего и малого бизнеса. Третьим приоритетом в работе правительства стала поддержка специальной военной операции. Ульяновская область была признана одной из лучших в стране по оказанию помощи военнослужащим СВО и их семьям. Регион отправил в зону СВО 87 гуманитарных конвоев. Свыше тысячи тонн гуманитарных грузов. Общими усилиями собрали почти 1 миллиард рублей. Как сказал президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, в ходе СВО решается будущее России. И нет сегодня ничего важнее, чем боевая работа наших защитников. От этого без сложного пафоса зависит будущее нашего государства и нашего народа. А это значит и будущее Ульяновской области. По предложению губернатора, депутаты и общественники почтили минутой молчания память воинов, погибших в ходе выполнения боевых задач на специальной военной операции. Депутаты разных фракций поддержали отчет губернатора о работе правительства. По словам руководителя фракции КПРФ Виталия Кузина, в отчете нет воздушных замков. Зато есть ответы на вопросы, как решить насущные проблемы региона. Посмотреть на то, что у нас в 2020 году было порядка 80 миллиардов привлечено, то начиная как раз с 2021-2022 год, там уже сумма переваливает за 105 миллиардов. Но это достаточно серьезная сумма, которая является одним из главных показателей. Руководитель фракции ЛДПР Дмитрий Грачев подчеркнул, что правительство Ульяновской области хорошо справилось с поставленными задачами в непростом 2022 году. Вместе с тем, со всеми сложностями, да, обрушившись на страну, на регион, мы сохранили промышленность нашу, да, безусловная благодарность нашим аграриям, и сегодня об этом тоже говорилось. Конечно же, поддержка участников СВО и членов их семей, это тоже стало приоритетом в прошлом году, и сегодняшнее открытие центра поддержки в нашей фракции приветствует. Глава региона и правительства Ульяновской области проводят большую работу, направленную на поддержку участников спецопераций и их семей. Высокую оценку ей дал руководитель Ульяновского отделения Государственного фонда защитники Отечества Олег Шегерданов. Создана организация Комитета семейного военного отечества, который также стоит на защите интересов участников специальной военной операции, которая за этот период собрала огромное количество звонков и решила положительно при поддержке именно госорганов, органов государственной власти, ведомств и структур правительства Ульяновской области. И мы слышим очень много положительных отзывов и благодарности от этой категории людей. 2022 год стал успешным и продуктивным для ассоциации ТОС Ульяновской области. ТОСы нашего региона вновь оказались в лидерах. Этому способствовала всесторонняя поддержка региональной власти и лично губернатора Алексея Русских. Во-первых, комфортно создать ТОС. Уникальная программа, где выделяют средства уже, можно сказать, не то, что как в других регионах Российской Федерации, что-то собирает инициативу в ТОСов и потом дальше какие-то структуры реализовывает. А у нас средства идут напрямую в ТОСы. И ТОС сами решает, какую территорию благоустраивать. И сами же, как сказать, участвуют в приемке дорог. Фактически развивается именно общественное управление жителей. Несмотря на все сложности и вызовы, вставшие перед страной и перед нашим регионом, власти и общественность слышат друг друга. Минувший год очень хорошо это показал, консолидировав силы гражданского общества и власти. Запрос у общества есть на стабильность. И очень хорошо, что эта стабильность в Ульяновском регионе есть. Понятны цели, понятно, куда двигаться. Очень четкие планы взаимодействия между органами власти, муниципалитетами, общественными организациями, НКО. Некоммерческий сектор встает на новый уровень развития. И поддержка есть и федеральная, и региональная. Это очень важно. По итогам голосования депутатов, отчет губернатора Ульяновской области о работе правительства за 2022 год был принят единогласно. Все без исключения парламентарии оказали главе региона безоговорочную поддержку. Алексей Русских продолжает удерживать единство всех партий во имя решения проблем региона. Валентина Никонова, Герман Баранов, Уллправда ТВ.